Добрый день, уважаемые слушатели и зрители Радио Красно. В студии Олег Васов. И сегодня у меня в гостях замечательная поэтесса нашего округа Жанна Игоревна Зудракс. Жанна Игоревна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как пришли в поэзию, с какого возраста пишете, как вот захотелось вам заняться этим направлением? Ну вот, рифмовала я, как я себя помню, лет с восьми, и первая моя песня про город Одессу вот я запомнила, потому что мама любила Бернесса и прочих там певцов. И вот на фоне этого у меня возникло там в городе Одессе все для малышей, покупная ваза, сто карандашей, ну и так далее. То есть вот это вот с этого момента я себя помню. Но писала я очень мало. Когда-то я сходила там в одно издательство, показала свои стихи, ко мне отнеслись как бы все культурно, но холодно. Мне это так не понравилось, и я половину своих стихов просто, как бы сказать, уничтожила. Это сейчас я понимаю, что можно что-то переделать, то есть исправить. А раньше я этого не понимала, и уже не вернешь, конечно. Много потеряно чего. И вот уже я на инвалидности, и выйдя на инвалидность, не сразу, год там через два, решила свои стихи на компьютере, как говорится, ну, перепечатать, типа маленькой книжечки сделать. Там немножко совсем было стихов для внуков и детей. И что-то так увлеклась, вот на стихи.ру попала, и у меня за год я написала разного стиля стихи, более тысячи произведений. О, восстановление, да? Не то слово, я как посчитала, у меня... Так как полгонская осень получилась. Да вот, началась-то с февраля, с конца февраля. Вот. И в этом году, как я вот осознала благодаря вашей передаче, что у меня вот 10 лет, как я пишу стихи. То есть у меня получается юбилей. Я сама даже не ожидала, как быстро все это время прошло. Ну, поздравляю с юбилеем. На самом деле 10 лет – это срок, когда уже человек становится за него, ну, действительно профессионалом высокого уровня. То есть вы считаете, что вот уже поэзия – это стало как, ну, не только как творческая часть, но, может быть, как работа, что вы что-то делаете полезное для людей? Ну, во-первых, для меня поэзия с самого начала, это как мое второе дыхание. Она мне помогала в моих, ну, с моими болячками выживать. И до сих пор это мое второе дыхание. И раньше у меня был такой девиз «Не дня без строчки». Ну, вот сейчас там операция была, коронавирус. Я за эти два года написала намного меньше произведений. Ну, вот те произведения изначально, как говорится, 12-го года, я смотрю, они такие же хорошие оказалось. Я думала, что я… Нет, где-то я смотрю стихи очень даже хорошие, такие добрые. И даже здесь вот это стихотворение, там, начальное отправила на конкурс. Я, ну, в интернете, там, на литературных сайтах. Получил первое место. Вот. Замечательно. А давайте немножечко расскажите про свои все-таки регалии участия в конкурсах, про какую-то такую общественную деятельность. Ну, вот за эти годы я, значит, участвовала в разных конкурсах. Ну, вот в интернете, это само собой. Я бы никогда не было столько признания, медалей, там, дипломов и прочее за всю жизнь, сколько я благодаря вот своему творчеству, как говорится, заработала. Я участвовала в премии губернатора в нашей Подмосковье. Я и два раза была лауреатом. Лауреат Грубуновской премии. Ну, как-то один раз меня отправляли в Крым на лечение. Всего один раз было. Я так не очень удачно сначала попала в больницу. Половина больниц, а половина... Когда я пришла, там были детишки со всего Крыма, инвалиды, колясочники в большинстве. И я с ними сдружилась. Такие детки, такие мамы. Это вообще... И вот я там выступала и для взрослых успела выступить, и для детей. И там женщина со мной отдыхала в Союзе Российских Женщин. Она мне медаль вручила даже за мой труд. Наверное, так понравилось. Здорово. То есть у меня есть дипломы, благодарственные письма, грамоты, ценные подарки, медали. Ну, в основном, когда я... Незнакомые люди меня, допустим, в автобусе мне говорят спасибо. Для меня это очень важно. Это стоит многого. Замечательно. Вот такой вопрос у меня есть интересный. Вы с другими авторами, скажем так, поэтами сотрудничаете? Есть у вас такое, как модно, по-новому называется, коллаборации? Может быть, что-то написали с кем-то вместе? Или мысли какие-то были? Мысли были, но не помню, что... Может быть, память... Просто очень много было стихов. У меня стихов, если так подумать, несколько тысяч. Я не могу. Может быть, и что-то было. Но в большинстве нет. А общение в основном... Это, конечно, в интернете. Мои друзья. Это... У меня две подруги с Израиля там. Наталья и Фрида. Володя был с Израиля, но он умер. То есть многие там из разных стран, не обязательно даже. Но это там, друзья. Здесь я веду передачу «Поэтическая страничка» на Ивантеевском телевидении вместе с Ивантеевскими поэтами. Сейчас это стало сложнее из-за коронавируса. Кто-то болеет и не хочет вообще в люди выходить. То есть стало намного все сложнее. Раньше это было проще. И какие бы там ни были у нас непонятки, недомолвки, мы как-то все это решали. И получалось очень даже прекрасно. Очень прекрасно. Замечательно. Интернет – это великая вещь. Все-таки позволяет, наверное, общаться творческим людям и достаточно быстро. Ну, наверное. Обмениваться информацией и выкладывать свои работы. А вот скажите, пожалуйста, сколько напечатано у вас книг, сколько издано? Соответственно, физических носителей. Я, конечно, понимаю, что огромное количество в интернете стихов можно почитать. Сколько отпечатано? Нет, в интернете все стихи не выложены. А книг у меня, ну, больше десяти. Почему больше не могу сделать? Это труд. Я сама их сейчас делаю. Это раз. Во-вторых, все стоит денег. А я на инвалидной пенсии. Я не могу себе много позволить. Дорого вообще стоит? Дорого. Я считаю, что дороговато. Но так как я могу делать несколько экземпляров, я как бы в состоянии. Но другие дела стоят. Сейчас я смотрю, стихи не особо многим нужны, что обидно. А стихи-то хорошие, добрые, особенно для детей. А давайте что-нибудь прочитайте из своих произведений, любимое для наших зрителей. А то мы с вами разговариваем о поэзии, а послушать бы это было очень интересно. Шоколадная дележка. Медвежонку Клёпе шоколад дал папа. Все почти тот слопал. В шоколаде лапа, в шоколаде морда, носик в шоколаде. Ну, а что осталось, дал сестричке Наде. Надя, взявши в лапу крохотный кусочек, очень удивилась. Это мне, дружочек. И сказала строго, что даешь так мало? Я вчера ведь много пряников давала, весь в расстройстве Клёпа. Как же так случилось, что из-за размера впал к сестре в немилость? Извини, Надюша, я вовсю старался. Все мне в пасть залезло, а кусок остался. Поровну с друзьями надо всем делиться. И на братьев-младших никогда не злиться. Замечательное стихотворение. А что вас вдохновляет на написание стихов? Откуда муза приходит? По-всякому. Бывают экспромты, и бывают не короткие, а бывает прям, как пойдешь и не остановишься. Бывают какие-то события в жизни. Порой просто слушаешь эфир, и оно приходит. Всяко бывает. Еще зависит от настроения. Вот хочу ли я вообще что-то? Бывает так, что ничего я не хочу. Как у всех. Ну вот, медитра одна в поликлинике, надо мной себя смеется. Как-то вспомню, как ты пришла, такая вся уставшая, замученная. Что-то, говорит, с тобой случилось-то, а ты говоришь, всю ночь муза спать не давала. Потому что, ну, прям шли и шли стихи, а я только вставала, записывала, вставала, записывала. Устала, уже на диктофон там. Потом на все плюнула, думаю, нет, буду спать дальше. Не могу, сил не было. Поэтому, конечно, не выспалась. И такое было несколько раз. Слушайте, а во сне приходили стихи? Мне вот интересно, многие авторы говорят, что что-то даже снится. Да, приходили. Но если ты не успеешь проснуться, быстро хотя бы строчку записать, можешь не вспомнить их. У меня так. Но я даже помню глупый-глупый стих, я его не буду, конечно, говорить. Когда-то давно, еще до того, чтобы я писала, приснился сон, приснился стих, проснулась. Он такой смешной был. И запомнила на всю жизнь. Да, приходят. Иногда я там пишу-пишу-пишу прям стихи во сне. Не знаю, почему так получается. В общем, у меня есть любимое стихотворение, маленькое, короткое, такое зимнее. Давайте. Говорят, что снег как пух. Что-то сомневаюсь. Вижу много снежных мух. Их поймать стараюсь. Жал я муху в кулачок и поднес под ухо. Только мне в ответ молчок, затаилась муха. Это что за ерунда? Голос потеряла. Я раскрыл, а там вода. Значит, убежала. Да. Интересно. А как вы думаете, в чем заключается успех поэта, творческого человека? Вот успех. В количестве ли книг? Или в признании там людей? Успех, в смысле, для него самого лично. Автора. Ну, вот успех автора, да. Ну, мне бы хотелось, допустим, написать какие-то вот такие стихи, чтобы они прямо сквозь душу пронизывали. Вот. Может, они и есть такие, может, еще и нету. Но хотелось бы побольше. И, конечно, нужны книги. Они как живые. Я их беру в руки. Это мои дети. Конечно, я хотела бы много книг. Хотела бы, чтобы люди читали мои книги. Чтобы они понимали, что вот эта книга, это вот, ну, вот как некоторые вяжут, там, какой-то сложный узор, там, свитер. Это тоже авторская книга. Я ее, считай, все делаю. Сначала и до конца подбираю. Как могу. Ну, как умею. И хотелось бы, чтобы это тоже оценили. Потому что все вкупе получается такая приличная картинка, добрая. Потому что доброта, не красота спасет мир, а доброта. А красота, она входит в эту доброту, как бы. И вот я стараюсь, чтобы так оно и было. Потому что у меня такая книжка, вот первая, это «Капельки добра». Вот. Мне она, ну, очень тоже нравится. Там еще книги, и вот предпоследние там, и про собаку у меня книжка. «Дорожная грамота для детей». Стихи и загадки. Про немножко здесь военных стихов. В основном о Донбассе, как все начиналось, 14-й год. И 75-летие войны. Можно одно стихотворение? Детское прочесть. Конечно, конечно. Патриотическая тематика – это важная тема. Это такое легкое стихотворение. Мне оно очень нравится. Я не знаю, оно так пришло сверху как-то так. На пилотке звездочка, кожаный ремень, держит крепко розочку, взгляд ее кремень. Гимнастерка и юбочка, и сапожек скрип. Это наша Любочка. Голос лишь охрип. Девочка задорная, смелый командир, умная, проворная, но не из-за дир. Строевую песенку пела звонче всех. Думала, что в конкурсе ждет ее успех. Ветерану розочку как теперь дарить? Заболела горлышко, трудно говорить. Любочка смышленная, поняла урок. Подошла с улыбкою, нежно в щечку чмок. Звук медали дедушки, словно звон монет. Засмеялся радостно, и вопросов нет. Отличное стихотворение. Отличное. Смотрите, а вот не бывало такого ощущения, что иногда творчество превращается в рутину? Никогда. Никогда. Писать нравится. Я не представляю, как это даже может быть. Если такое когда-нибудь произойдет, то, наверное, только когда меня на свете не будет уже. Потому что я без этого как? Значит, я уже умерла. Как? Вот как? Ни один поэт такой не может сказать, если он пишущий поэт. Даже которые уже не пишут, а своими стихами выступают, своими произведениями. Я думаю, это их вдохновляет. Мне кажется, такого даже не может быть. Может, я что-то не так сказала? Ну, так оно есть. Ну, да. Нет, ну, на самом деле, я тоже считаю, что творческий человек не может не писать, не может не сочинять какие-то произведения. Ему всегда есть что сказать. Можете прочитать что-то из последних произведений? Может быть, что-то новое даже, может, из неизданного, не публикованного. Что нужно людям каждый раз, чтоб день с утра сложился? Горячий завтрак, пара фраз и чувство, что влюбился. Проснуться рано, не боясь ни холода, ни грома, чтобы была отличная связь по телефону с домом. Чтоб мультик добрый посмотреть и даже прослезиться, котенка нежностью согреть и с чувством помолиться. Что нужно людям, чтобы день сложился так, как надо. Встать, улыбнуться, сбросив лень, понять, что жизнь вам рада. Эксклюзив на Радио Красно. Замечательно. Что-то еще есть? Ну, я не знаю. Есть, конечно, просто сколько времени у вас отведено, я не знаю. С удовольствием послушаем. Ну, и про любовь. Отличное дело. Я хочу быть твоей нежностью, невесомой, чуть легче пуха и глобальной неизбежностью, усложнением стать для уха. Твоей радостью и желанием, твоей музой, мечтой, надеждой стать навечно вторым дыханием, успокоив твой дух мятежный. Я хочу быть в душе и сознании, уберечь от житейской боли. Что за чувство? Какое название? Поцелуй его по роли. Интересно. Интересно. Жена Игоревна, что можете пожелать начинающим поэтам, кто все-таки из молодежи жить тоже не может без творчества? Ну, если они еще боятся, допустим, выступать, но пишется, пусть они это пишут, как говорят, в стол. Придет время, и они это, как говорится, возьмут, достанут из стола и поработают с этим материалом. А так пусть пишут, пишут и пишут. Главное не останавливаться. Это я уже поняла. Просто, как сказать, жизнь диктует свои законы. Там работа какая-то у кого-то, какие-то жизненные проблемы. Ну, если ты, как говорится, тебе хочется что-то написать, пиши. Можешь никому не показывать. Потом. Просто я знаю людей, которые начинали писать. Уже 50 с лишним лет им было. У меня знакомая, вот в Минеральных водах есть. Она говорит, когда я начала писать, а там в администрации было, по-моему, все приходили, как в зоопарк на нее смотреть. Как это? Вот так. А еще можно что-то прочесть, да? Давайте, конечно. Конечно. Я вот просто, конечно, мне сказали, можно читать сколько хочешь. Ну, не можно так. Вот у меня как бы в будущем про кошек будет книжка, потом про лес, а потом про букашек. Ну, я такие тематические стал делать книжки. И вот у меня, допустим, про муха давно я написала, но стихи не имеют возраста. Да естественно, конечно. Просто если книжку там, допустим, выпустили в шестнадцатом году, ой, это уже, а при чем тут этот-то? Я же не могу в один год всех книжки выпустить. Как получилось, так получилось. Проснулась муха вдруг не кстати в осенний поздний час ночной. Была та муха, как лунатик, холодной луною порой, прошла по потолку, шатаясь, прилипла носом у окна и лапами слегка касаясь на подоконник, вся стекла. Глаз приоткрыла и зевнула, сложила крылья за спиной, без всяких «з». Она уснула и шлапкой дрыгнула одной. Это Экспромт был. Вот такие у меня Экспромты были. Так что? Прекрасный, прекрасный экспром. Ну, давайте еще одно. Послушаем на радио «Красно». Давайте я вам маленький прочту, а потом хороший такой, любимый тоже. Давайте. Я его наизусть не могу запомнить. Тысячи стихов наизусть нет. Да естественно. Надо записывать. Крестики, нолики, детская игра, Детство не воротится, истина права. Мы взрослее становимся, Только не умней, Обижаем гадостно преданных друзей. Перестали чувствовать Мы чужую боль, На груди есть крестик, А в душе-то ноль. Да, некоторые люди черствеют. Сейчас мир изменился, И это большинство, у многих, даже близкие люди, Не слышат их, просто не слышат. Такое бывает. Суета. Наверное, суета людей как-то отвлекает. Стариков не уважают. От красоты мира. Мне люди рассказывают, же мои близкие. То есть дети не слышат, женщине уже почти 80, они слушать не хотят. Ну, то есть не прислушиваются. Вроде как любят, вроде как это. Хотелось бы, чтобы старика. У меня много стихов на разные-разные темы. Как всегда говорил, я же была в этом ключе, вы знаете, литературное объединение у нас Снегирев Илья Дмитриевич вел. И он всегда говорил, Жанна, у ней есть все и про все. Вот, это он так говорил. И он правильно, почти про все. Я хотел еще последний прочесть, если можно. Конечно, конечно. С удовольствием послушаем. Ах, эти русские балы. Ах, эти русские балы, где страстный взгляд и скромность речи, где от любви сгорали свечи и ждали с картами столы. И средь гусарских эпалет и вееров из дивных перьев глаза слепили ожерелье и вторил эхом Минуэт. Там, средь дворянского сословия, духов нежнейший аромат вдыхал с надеждой гордый франт, готовив речи для застолья. Где средь веселья и толпы, уединившись за колонну, подобной богу Аполлону, гравдами преподнес цветы. Ах, эти русские балы. Они полны очарования и неподдельного желания скорее перейти на «ты». Мерцают свечи в полусне, они устало-тихо тают, гостей зевая провожают. Зал замирает в тишине. Все, оказывается. Что-то мне казалось больше. Ну, очень романтическое, вдохновенное произведение. Просто, оказывается, я здесь нашла свою сестру по отцу как-то вот. У меня всю жизнь Пушкин и Ивантеевка. Папа с Пушкина, мама с Ивантеевка. Ну, так вот, родственники Пушкина и Ивантеевка. И вот сестра по отцу пушкинская. И она вот говорила, что наши предки, вот эти дворянские балы. Я говорю, откуда же я так хорошо это чувствую? Наверное, в крови. Генетика. Однозначно. Однозначно. Ну, что ж, друзья, я напомню, что у нас на радио Красно была замечательная поэтесса нашего округа Жанна Игоревна Зулдеракс. Спасибо большое, Жанна Игоревна, что пришли. Вам спасибо большое. Смотрите нас на наших площадках. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова